Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и сегодня мы смотрим партию 1-8 финала Кубка Мира, в которой встретились молодой гроссмейстер из Польши, Янг Шистов Дуда, против еще более молодого американского гроссмейстера Джеффри Шонга. Ну что ж, фаворитом в этой паре являлся Дуда, однако Джеффри Шонг был полон сюрпризов, и мы с вами отлично помним, как он в динамичном стиле выбил из Кубка одного из фаворитов розбыша Аниша Гири. Ну что ж, начинаем смотреть, Дуда играет белыми, играет С4, а что Шонг отвечает симметрично, С5, английское начало на доске, и Шонг немедленно проводит удар по центру Д5. Белые меняются на Д5, выводят слона, черные отступают на С7, рокировка, в этой позиции чаще всего черные испытывали ход Е7-Е5, захватывая центр, но Шонг склонен к более редким продолжениям, поэтому он играет Ж6, готовив фианкету своего королевского слона, на что Дуда применяет еще более редкий ход, а именно Конь А4, немедленно прицеливаясь к пешке С5 и заставляет черных уже с первых ходов решать конкретные проблемы. Ну что ж, самым направившимся ходом является ход Б6, защищая пешку, однако на этом могло последовать Д4, прорыв по центру, и после взятия на С4, слон выходит на Ф4, я под прицел коня на поле С7, и теперь после хода слон Ж7, белые в наглую бьют пешку на Д4, потом забирают коня на С7 и забирают ладью на А8, тем самым выигрывая качество. Черные здесь, конечно, имеют определенную компенсацию за счет двух слонов и активной позиции, но все-таки качество есть качество, и игра бы здесь шла на два результатов. Поэтому Шонг предпочитает защитить пешку конем, ставя его на Е6, а что следует, ход Д3, и теперь, как ни странно, плохо играет слон Ж7, из-за того, что белые играют конь Ж5, второго коня отправляя на край доски, но все-таки продолжает давление на пешку С5. Мы видим, что конь на Е6 под боем, пешка на С5 под боем, ну а в случае хода коня на Д4, следует размен на Е6, потом слон выходит на Е3, ладья готова подключиться через поле С1, и пешка С5 реально является слабостью, которую не просто защищат, ведь у черных нету хода Б6, мы видим, как слон белых пробивает по большой диагонали. Поэтому Джеффри и Шонг решают испробовать ход конь С на Д4 немедленно до выхода слона. Дуда играет слон Е3, продолжает давление на пешку С5, и после слон Ж7 ладья на С1. Пешка на С5 под боем, однако Шонг смело жертвует эту пешку, отправляя короля в короткую рокировку. Дуда поменяет жертву, забирает на С5, но после хода коню в 5, черные раскрыли диагональ для своего большого слона, и одновременно напали на белого слона на поле Е3, заставляя белых решать конкретные задачи. Готовы ли они расстаться со слоном, но играть с лишней пешкой леба, они хотят сохранить слона, но поэтому отдать пешку обратно. Можно было, конечно, жадно пойти в Ферзь Д2, защищая пешку, но после размена на Е3 у черных есть определенная компенсация, однако все-таки эту компенсацию нужно было еще доказывать. В партии же, на мой взгляд, Дуда играет не совсем удачно, он бьет на Е6, помогая черным развивать свои фигуры, и здесь делает уж совсем неудачный ход слон С5. Давайте посмотрим альтернативы. Можно было сыграть Б3, это самый жадный ход, сохраняя пешку, но тогда черные получают могучую компенсацию, разменивая коня на слона, потом выводя своего Ферзя на Б6. Слон готов подключиться через поле А6, нападая на пешку Е3. Мы видим, что у черных два слона, пешки белых обесценены, они сдвоены по центру, как-то неуклюже смотрятся, и здесь у черных полноправная игра. Заслуживая внимания ход слон Ф4, просто уводя слона из-под размена, ставя его на активную позицию, и позволяя черным на выбор побить любую из пешек ферзевого фланга. В случае взятия пешки на А2, следует ход Б4, и белые постепенно налаживают давление на ферзевый фланг черных. Ну а в случае взятия пешки на Б2, также следует ладья Б1, и здесь не взятие на Б7, а ход с ферзь Д2, просто защищая пешку, и в случае с Б6, конь идет на Ж5, сдваивается у черных пешки, и в этой позиции опять же перевес на стороне белых, за счет все тех же двух слонов и давления на ферзевом фланге. Но этого всего не было в партии, в партии Дуда явно нервничал и сделал ход слон С5. Слон здесь на первый взгляд стоит активно, но с другой стороны будет попадать под нападение черных фигур. Ну, Шонг забирает на Б2, нападает на ладью, и на ладья Б1 возвращается слоном обратно на Ж7. Теперь, конечно же, белым нужно было смириться с тем, что у них нет дебютного перевеса, и просто защитить пешку на А2, играя примерно равную позицию, но Дуда решил идти до конца, и забирает пешку на Б7 ладьей. Помните, я говорил о том, что слону С5 будет попадать под нападение? И вот это мы с вами видим в партии. Ферзь С8 играет Шонг, нападая на ладью, и на слона на поле Е7. Дуда защищается ходом ладья Б5, следует А6, ладья загоняется на поле А5, и после хода слон С3 мы видим, что челночными маневрами слона черные выигрывают качество. Ладья не может отойти, поскольку без защиты останется слон на поле С5. Пытаются белые защититься ходом ферзь А4, и здесь еще один сильный ход от Шонга. Ладья Б8. Оказывается, что ладья все равно не может уйти с А5, поскольку она выраженно защищает слона, а черные пока что активизируют ладью. В Д4 белые защищают слона, теперь уже нужно забирать ладью, и ходом ладья Б2 черные максимально активизируют ладью и нападают на все белые пешки. Объективно белые здесь находятся на грани поражения. Скажу еще, что кроме хода ладья Б2 заслуживаю внимание ход слон Д5, устанавливая блокаду по черным полям. Ну и ладья Б2 смотрится тоже довольно внушительно. Дудо играет Е4, и наступление коня на Д6, ферзь А3, отдает пешку на А2, и ферзь Е3. Ну что ж, черные выиграли пешку, активизируя ладью, но белым удалось занять центр пешками, и они надеются создать какую-то контр-игру. Шонг играет Ф6, заранее прикрывая черные поля вокруг собственного короля. Ладья С1, и в этой позиции ясно, что грозит отскок слона на Д6 с выигрышем фигуры, поэтому черные должны отступить ферзем. Шонг отступает ферзем на поле Д7, сохраняя идею разменять белопольных слонов через поле А3. Но этот ход оказывается чуть ли не решающей ошибкой, выпускающей не только перевес, но и равенство. Намного сильнее было бы сыграть ферзь Б7, сохраняя поле Д7 для слона. И теперь после Д5 слон отступает на поле Д7. И на коне Д4 мы видим, что слон прикрывает белые поля, а черный ферзь может отправиться в атаку на второй ряд, после чего белым было бы очень непросто доказать, что у них есть какая-то компенсация за отсутствие качества. Но последовало ход ферзь Д7. Шонг очень хочет разменять белопольных слонов, и на Д5 он играет слон А3. Однако оказывается, что активность слона Н2 здесь явно преувеличена, он сильно ограничен собственными пешками, поэтому Дуду сам рад разменять этих слонов, после чего он разменивает еще второго слона, и играет конь Д4. И мы с вами видим, что белому коню оказались доступны поля С6 и Е6, что, конечно, не было бы стоя на Д7 черный слон. Что ж, пытается Шонг активизировать фигуры, и конь С6 играет Дуду, грозит вилка на поле Е7, приходится возвращаться лобьей на Е8, конь возвращается на Д4, и вновь лобья С8. Мы видим, что черный уже согласен на повторение ходов, настолько силен белый конь, но Дуда продолжает играть с огнем, и играет ладья Б1, украляясь от размена и играя на победу. Надо сказать, что в этот момент черные должны были почувствовать опасность, и как можно быстрее вернуть ферзя в защиту на поле Д7. И здесь ферз прикрывает седьмой ряд, прикрывает поле Ж7, и надо сказать, что он как-то нивелирует активность белых фигур, после чего объективный перевес вновь оказался бы на стороне черных. Но Шонг совсем потерял нить игры, играет лобья А4, и белый конь становится на поле Е6, создавая где-то матовые угрозы вокруг черного короля, и максимально обоязая белого черного ферзя. Теперь мы видим, что ферз никак не может вернуться на поле Д7, поскольку конь встал на его пути, и не пускает его на это поле. Последовало сдвоение ладей по линии С, ладья Е1, играют белые, и здесь, видимо, черные понимают, что они, если будут просто стоять, например, сыграют А5, белые активизируют ферзя, грозя матом в один ход, придется защищаться ферзем с поля А6, и белые будут здесь постепенно усиливать позицию, сыграют А4, потом пойдут королеву на Ж2, и окажется, что у черных попросту нет ни одной активной идеи, в то время как белые могут позволить себе и где-то активизировать ладью, перевести его на седьмой ряд с матовыми угрозами, и просто объесть черные пешки, пешка на Д6 и пешка на А4 являются слабостью, в то время как черные просто стоят, и их ферзь не может покинуть поле А6. Поэтому Шонг пытается активизироваться, играет Ж5, но это оказывается еще большим ослаблением. Дудо прорывается в самом защищенном пункте, Е4 и Е5 под два боя. Конечно же, нельзя бить пешкой Ф, поскольку пешка Ж5 остается без защиты, приходится бить пешкой Д, но теперь у белых образуется проходная по центру. Играет Дудо в ферзь А7, грозя матом, приходится защищаться ферзем, и Д6, пешка пошла вперед. Пытается Шонг наладить контр-игру, следует размен ладей, король отступает на Ж2, Ж4, черные грозят матом в один ход, но у белых находится единственная защита, это ход А2, А4, и на взятии король идет на А2. Теперь белому королю ничего не угрожает, но черные находятся на грани поражения, пешка Д просто грозит пройти в ферзи с решающим эффектом. Последовал ход с Ферзи 6, и после шаха на А8 Шонг признал свое поражение. Действительно, если сыграть король Ф7, то пешка просто проскакивает в ферзи, здесь не только грозит Д8 ферзь, но еще и грозит мат в один ход с поля Е8, и белые выигрывают. Такое вот обидное поражение американского гроссмейстера, получил он на выходе из дебюта отличную позицию с лишним качеством, всеми шансами на победу, но дальше играл не точно, и Янг Шейсов Дуда нашел компенсацию, которая переросла в долговременную инициативу, и закончилась победой белых. Сегодня Шонг должен белыми фигурами играть на победу, если он хочет остаться в розыше Кубка мира. На этом я с вами заканчиваю, с вами был Евгений Шувалов, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, и нажать на колокольчик, чтобы продолжать следить за Кубком мира. И нажать на колокольчик.